Сегодня школьникам средней школы номер 6 и общеобразовательной школы номер 11 города Тукмок проведен интерактивный урок, где ученики смогли задать вопросы экспертам, а также развить критическое мышление и аналитические способности в изучении мировых религий. История развития религий. Она изучает все религии и их развитие. Ну как они появились, где они появились. Ну и все. На уроках динамичной игровой форме объяснялись формы религии, общие задачи государственности и роль человека в современном обществе. Ученики смогли поиграть в команде, отвечая на вопросы сессии по окончании урока. Ученики дали свои рекомендации и желание изучить тему религий и гражданскую обязанность. Здравствуйте. У нас в интернете работают, как все развалили вообще. Ну что это все вместе, что это? Мы пойдем в 35-е, там еще есть дополнительное. Я обучился там законам ислама, о христианстве, узнал о разных религиях и когда они возродились. Нам очень понравился урок, было очень интересно. Мы научились работать в команде. Мы узнали очень много нового и было очень познавательно. Ну как бы сказать, он для всех, для детей, для взрослых. Все должны этот урок знать, как бы не как эта религия обоснована. То, что мы живем, у нас есть смысл в жизни. Да, это много нового, знаний особенно, сплоченность всего класса, интерес к этому уроку и в общем. История мировых религий дает учащимся представление о религиях и их содержании, общественных отношениях, морали и национальных ценностях. Кроме этого, введение такого предмета в школах объясняется тем, что в последние годы наблюдается осложнение социально-политической ситуации из-за роста религиозного экстремизма и радикализма, как во всем мире, так и в Центральной Азии. В чем была необходимость? Этот предмет внедрялся пилотным. На сегодня внедрены во все школы и обучают 8-9 классы, но очень мало материалов для учителей. И чтобы вызвать интерес у учеников и изучали все мировые религии, для того, чтобы не появлялись или не формировались радикальные взгляды по отношению к той или иной религии, мы должны давать информацию в таком формате, который интересен для детей. Изучая историю и происхождение религии, учащиеся начинают понимать суть религиозных учений, анализируя значение религии, их влияние и тенденции в современном обществе. У учеников формируется отношение, они учатся вести себя в окружающей среде, проявлять терпимость. Дети очень активны, они играют, игровой формат соответствует возрасту. И то, что на сегодня дает о том, что нужно форматы преподавания менять, мы увидели в трех городах учителей, которые применяют ютубы и придумывают викторины использованием информационно-коммуникационных технологий. Дети очень открыты, они приветствуют. И у многих учителей, что очень отрадно для нас, ученики выражают свое мнение очень свободно. Предметный стандарт истории развития мировых религий одинаков для всех учебных заведений Кыргызстана с преподаванием на кыргызском, русском, узбекском, таджикском и других языках. На сегодняшний день такие уроки необходимо, чтобы подрастающее поколение знали о гражданских правовых обязанностях. Айсло Мурзакова, Эрмия Кадыров, УТРК Чуй, Чуйская область.